Без малого 233 миллиона рублей получит Уфимская мэрия на организацию бесплатного горячего питания в школах. Деньги выделят из федерального и республиканского бюджетов. Бесплатные завтраки и обеды уже получают ученики начальных классов, всего 59 тысяч детей. Об этом доложила на совещании в мэрии начальник управления образования столицы Елена Хафазова. По ее словам, продолжается и социальная поддержка обучающихся за счет средств городской и республиканской казны. Свыше 66 тысяч школьников обеспечены льготным питанием. Мэрии отмечают, что школы и детсады сейчас обслуживает единый оператор. Для всех разработали стандартное меню. При его составлении учитывались рекомендации Роспотребнадзора, врачей-диетологов, а также пожелания самих родителей. Между тем от них продолжают поступать и обращения. Чаще всего жалуются на то, что еда холодная и зачастую попросту невкусная. По поводу холодного мы с оператором питания, повторюсь, закупили мармиты подвижные и передвижные и термотележки. И блюда стараются подавать ребенку перед его приходом. А вот по поводу невкусного ведем разъяснение родителям и детям о здоровой пище. О том, что наше школьное питание не приправляются соусами, приправами. И поэтому, конечно, вкусы домашней еды и школьной еды отличаются. Отмечу, что с сентября планируется проводить дегустацию блюд из школьного меню для родительских комиссий. По поручению мэра Уфы Ульфата Мустафина будет организована горячая линия по вопросам школьного питания.